В Северо-Восточном федеральном университете обсудили основные направления стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Мнение разработчиков документа, а также преподавателей, студентов собрала Сарглана Захарова. В республике повысится роль высококвалифицированных работников в сфере интеллектуальных услуг. Сегодня об этом заявил министр экономики Алексей Стручков на круглом столе, посвященном проекту стратегии 2030 и целевого видения до 2050 года. Он отметил, что в мировых масштабах значительно возрастет влияние инноваций на социально-экономическое развитие региона. Среди экономики ставят вызовы усиления глобальной конкуренции, новых технологических изменений и возрастания роли человеческого капитала. Значительно усилится роль инноваций в социально-экономическом развитии при одновременном снижении влияния традиционных вопросов. Таким образом, перед Северо-Восточным федеральным университетом встает задача подготовки таковых кадров. Сегодняшние студенты должны не только знать, но и принимать участие в обсуждениях проекта документа, считают в учебном заведении. Эти круглые столы, эти встречи с министрами и руководителями различных министерств и ведомств помогут нашим студентам увидеть не только перспективы будущей своей работы, но и увидеть еще дальше, как будет развиваться республика до 2030, до 2050 года. Кадры, трудовые ресурсы – это одна из главных производительных сил, если не самая главная на сегодняшний день. Чем будет располагать республика, какими кадрами, какими компетенциями они будут обладать, насколько они способны будут в 2030 году работать. Открытые лекции из первых уст непосредственных разработчиков проектов дают возможность студентам лучше понять, для чего и как разрабатывать долгосрочные документы. Если продолжить серию таких лекций, где фокусироваться на конкретных направлениях, то можно было бы более предметно уже разговаривать о тех или иных приоритетах, что можно было бы улучшить в нашей текущей деятельности и при прогнозировании долгосрочного развития республики. Мы должны знать наши перспективы в будущем и как мы будем жить. Отметим, университет играет немаловажную роль в разработке стратегии еще и потому, что непосредственное участие в ней принимают сотрудники учебного заведения. Так, в проекты 2030 и 2050 вошли материалы форсайт-исследований, проведенные совместно с Сибирским федеральным университетом. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, НМК Саха, Якутск.